Продолжение следует... Она имеет некоторый опыт обращения с подобным оружием. И вот так родилась эта идея. Так вот, собственно, что такое газовый баллончик? Газовый баллончик, как мы видим, по сути своей, это некоторая емкость, чаще всего металлическая, где внутри под давлением находится жидкость, которая при нажатии на клапан распыляется. То есть в аэрозольных баллончиках она распыляется. Вперед, то есть образуется такая взвесь воздушно-капельная. Или в струнных баллончиках она как бы вылетает струей, жидкости этой. Значит, что такое газовый баллончик? Газовый баллончик по своей сути, многие говорят, нет, это все фуфло, это только бабы там ими защищаются вплоть до этого. Это вот на самом деле вот это как раз и есть фуфло. Почему? Значит, почему? У вас как бы для самообороны может быть нож, да? Вы можете с собой носить нож, ну так, PDC-нож, как бы разрешенный к ношению, да, там сертифицированный как хозяйственно-бытовой, но не важно, да? То есть вы можете как бы пользоваться для самообороны в некотором роде. У вас может быть даже пистолет для самообороны, да? Вы можете носить с собой там оружие. Это, ну, к сожалению, у нас в стране этого нельзя, но в других странах это можно. Ну, не суть важна. Но баллончик, баллончик газовый, он как бы является, вот я когда-то слышал в интернете, вот, или там от кого-то, не помню уже, такую формулировку, первая линия обороны. Так вот, баллончик, это как раз и есть первая линия самообороны. Почему? Ну, вот, например, ситуация, да, когда вы можете там, ну, по закону применить для самообороны нож, да, это самый крайний случай, или там, когда вы можете применить пистолет для самообороны, это тоже практически самый крайний случай, да? То есть, когда вам угрожают оружием, или нападают на ваше жилище, или там, на вас нападает группа человек. Но, по сути, такие ситуации в жизни, да, в реальной жизни обычного там гражданина, они случаются достаточно редко. А вот ситуации, когда где-нибудь на остановке, да, подвыпивший там какой-нибудь молодой человек начинает там у вас клянчить сигарету, причем начинает клянчить у нее достаточно так настойчиво, там, хватать за руку, слышь, подожди, или там какую-то мелочь, или еще что-нибудь, или там девушку, извините, по жопе хлопнули, да? То есть, а вот такие ситуации, они на самом деле и в пруд-пруде, они случаются гораздо чаще. Ну, вы же не будете стрелять там девушка, да, например, возьмем там девушка, женщина, она же не будет стрелять из пистолета по нахалу, который хлопнула ее по жопе, правильно? Вот, но прыснуть в лицо чем-нибудь вроде этого, не более чем в воспитательных целях, это да, это как бы, то есть, небольшое повреждение для того, чтобы остановить противоправные действия, вот, и для того, чтобы выиграть немного времени для того, чтобы просто уйти оттуда. Это да, это как бы, вот для этого баллончик и существует. То есть, по сути, как бы, вот такие вещи, они нужны в повседневной жизни гораздо чаще, чем вот такие. Вот. Плюс к этому, плюс к этому, что еще сказать? Плюс к эффективности газовых баллонов, да, когда говорят там, ничего от него, толку нету никакого, или еще что-нибудь в этом роде. То есть, ну, помимо того, что мы уже говорили, что 90% конфликтных ситуаций можно лишить с помощью баллончика, на улице. Вот. Плюс к этому, по поводу их эффективности. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Если бы вот что-нибудь вроде этого было неэффективно в какой-то мере, да, то полиция многих стран, да почти всех стран мира, в том числе и милиция Украины, в том числе и полиция Российской Федерации, я уверен, и в Беларуси точно так же, она бы просто не использовала на вооружении вот это. А сейчас у каждого милиционера или полицейского, который, ну, выполняет, скажем так, патрульно-подставые функции на улице, да, у него, помимо того, что у него есть пистолет, помимо того, что у него есть резиновая дубинка, там, или какая-то другая дубинка, вот, как спецсредство, у него также всегда есть газовый баллончик на боку, который, они, скажем так, не стесняются, а весьма успешно используют. Вот. Ну, это так, скажем так, вводная часть по этому поводу. Теперь давайте поговорим о эффективности вообще типа газового. В нашей стране, я не знаю, ну, так подозреваю, что в других странах так же, например, в той же Российской Федерации, но в нашей стране, ну, не то чтобы огромное множество, но очень много есть разновидностей газовых баллончиков, да. Вот. Говорить об их эффективности, ну, все их проверить просто невозможно, ну, я, во всяком случае, не могу проверить там все баллоны, там, найти о них информацию, какие-то достоверные данные от людей, которые их использовали. Поэтому, как бы, в моем случае я выбрал три основных типа самых действующих баллончиков, которые можно достать в Украине, используя для личной самообороны на улице. Вот. И о них мы и будем участвовать. Мы будем говорить о баллончике Pfefferkom. Значит, что это такое? Выпускается он фирмой Германии, это немецкий газовый баллон. Выпускается он фирмой Германии, которая называется Clever. Ну, я надеюсь, это очень многие знают, да, такую вещь, как баллистол, который используется для чистки оружия, для смазки. И вообще, ну, вообще фирма Clever также выпускает ремонтные составы для ремонтного воронения оружия. То есть, ну, у них очень широкий профиль, в том числе они выпускают вот такие газовые баллончики. Значит, что по поводу этого баллона? Ну, во-первых, вот этот, ну, как бы у меня баллончик вот такого формата, да, то есть он легко помещается в руке, вот. Здесь объем 50 мл. Как бы, есть их разновидности 3 по объему. Значит, вот этот, это промежуточный вариант, средний 50 мл. Есть немножко меньше 40 мл. И есть вообще очень большой баллон 100 мл, то есть как два таких. Ну, собственно, я сейчас выведу на экран фотографию с разновидностями, сами все увидите. Вот. Это по объему. Как они различаются по своему действию? Вот этот баллон, он подписан JET. Это значит, что этот баллон струйный. Также, вот, из вот этих трех разновидностей, да, 40, 50 и 100 мл, под разновидности это струйный и аэрозольный баллон. Значит, как они различаются? Ну, струйный баллон всегда подписан KO JET. Аэрозольный баллон всегда подписан KO FOG. И еще их можно различить по цвету клапана. Струйные баллоны, у них цвет клапана всегда красный. У аэрозольных баллонов цвет клапана всегда желтый. Вот. Внутри действующий состав. Значит, используется действующий состав, который называется, ну, ирритант, раздражающее вещество. Используется, которое называется, ООСИ. Как расшифровывается? Ну, по-научному он называется, алиоресин капсикум, по-моему, если мне не изменяет память. Ну, или более распространенное название этого ретанта капсаицин. То есть, это экстракт некоторых видов жгучего стручкового перца. Высококонцентрированный экстракт жгучего перца. Значит, в чем смысл? Ну, это растительный алкалоид, он, некоторые его специфические особенности, он не растворяется водой. То есть, в принципе, как бы после, там, если, там, не дай бог, да, там, рассматриваем, если вам довелось получить подобную вещь в лицо или в глаза. То есть, в принципе, водой смывать его можно, но он, как бы, водой не растворяется. То есть, его нужно смывать проточной водой, просто чтобы оно вымывало все осевшие эританты на глазах и на лице. Значит, эффективно его можно смыть либо спиртом, либо какими-нибудь органическими растворителями, либо он еще растворяется в жирах. То есть, вот эта байка, которую, я не знаю, слышали вы или нет, но я слышал 100%, что говорят молоком смыть. Да, вот именно вот этот вот, то есть, перцевый баллон, в котором практически во всех перцевых баллонах используется эритант, вот, его можно эффективно смывать молоком. Ну, если на улице к вам прилетело из подобного баллончика, я не думаю, что где-то найдете себе молочка для того, чтобы промыть лицо. Вот, но смысл в том, что он им смывается. Смывается. Значит, по эффективности, ну, очень много людей и в интернете, и вживую я слышал отзывы о том, что баллон этот весьма эффективный. Значит, плюс его, то, что этот экстракт жгучего перца, он очень хорошо действует на собак. То есть, с этим баллоном можно весьма эффективно защищаться от собак. Для них это очень большое раздражение, для носа, для глаз гораздо больше, чем для человека, вот, когда он перцем прилетит. Вот, этим баллоном можно успешно обороняться от собак. Значит, второе, этот эритант, он не имеет задержки по времени, по сравнению с другими, я о них расскажу чуть-чуть попозже. Вот, он не имеет задержки по времени по своему действию. То есть, неважно, какой человек перед вами находится, он может быть абсолютно трезвый, адекватный, он может быть выпивший, или он может быть очень сильно пьяным, или он может быть в состоянии наркотического опьянения, именно вот этот эритант теоретически должен действовать на него мгновенно. То есть, при попадании его в глаза, при попадании в дыхательные пути и на слизистые, он мгновенно вызывает реакцию. Значит, и, собственно, как раз он на это и рассчитан, то есть, на раздражение глаз, верхних дыхательных путей и слизистых оболочек носа и горла, я не знаю, ротовой полости, то есть, если он туда попадет. Вот, то есть, он мгновенно начинает реакцию, это жгучая, ну, как бы, жгучая, пекучая боль. То есть, он не вызывает каких-то там дополнительных реакций на глазах, но это просто больно. Глаза заливаются моментально слезами, вот, то есть, из-за которых ничего не видно, их очень сильно печет, в то же время очень сильно печет слизистые носа, слизистые рта. Если вдруг вам не повезло вдохнуть этот эритант, то он начинает точно так же очень сильно выпекать, ну, то есть, при криках, скажем так, потерпевшего, того, на котором использовался подобный эритант, он начинает кричать о том, что ты мне все выжиг, просто, и глаза, и тому похоже. Вот, собственно, и, опять же, в пользу действенности этих баллонов, ну, помимо того, что, опять же, повторюсь, я слышал и читал в интернете отзывы о этих баллончиках, и общался вживую с людьми, которые применяли их, еще так же, вот, один человек говорил, что ему в плюс было пользоваться вот таким баллончиком, именно струем, потому что он работает сотрудником охраны одного из ночных клубов, и ему очень удобно, потому что, ну, как бы, узкая направленная струя, говорит, также замечательное действие. И плюс к этому, опять же, повторюсь, за его эффективность говорит то, что подобные баллончики используются полицией Германии. То есть, ну, говорим сами за себя, да, раз полиция использует, ну, у них там подходы к выбору подобных средств, я думаю, гораздо более тщательные, чем у обычных граждан нашей или какой-то другой страны. Да, раз они это используют, значит, это действительно действие. Вот, это что касается баллончиков КОФОКУ. Значит, следующим этапом будем говорить о баллончиках семейства ТЕРМ. Вот, значит, в этом случае у нас баллончик представлен разновидностью ТЕРМ-4М. Вот. Что сказать по поводу него? Ну, вообще, как бы, он выпускается, ну, это отечественный газовый баллончик, выпускается в Украине, вот, кому интересно, выпускается НПО ЭКОЛАХ. Вот. Их там достаточно большое семейство, вообще, баллонов ТЕРМ, да, там есть баллоны ТЕРМ-2, ТЕРМ-3, они различаются по той или иной степени концентрации поражающего вещества, они различаются по форматам баллонов самих непосредственно, они различаются по объемам. Вот. Но мы здесь будем говорить только об одной разновидности ТЕРМ-4М. В чем смысл вообще именно этого баллончика? Да, то есть, так как мы говорим, ну, раз мы о нем говорим, значит, он действует, да, он работает, он работает очень хорошо. Значит, предназначен этот баллончик, вообще-то, для использования в правоохранительных органах, ну, Республики Украина, да, то есть, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности, да, то есть, раз правоохранительные органы используют, значит, баллон действительно эффективен. Вот. Он аэрозольный. Ну, то есть, как бы, здесь вот конкретно ТЕРМ-4М выпускается только в разновидности аэрозольного, никакого другого. Также ТЕРМ-4М выпускается только таким объемом. Значит, ну, мне, к сожалению, вот сколько я не перерыл интернет, я не знаю, может, я искал не так, как нужно, но мне не удалось найти достоверную информацию по поводу того, какой же в этом баллончике все-таки объем. А конкретно на баллоне не написано, а в интернете какие-то непонятные, абсолютно разные данные, в общем. Ну, как бы, теоретически считается, что здесь 100 мл, но мне кажется, что здесь чуть меньше, чем 100 мл, потому что вот рядом, по-сому, баллончик, в котором 100% 100 мл, да, он, ну, немножко меньше, да, ТЕРМ вот этого баллона. Вот, поэтому я считаю, что здесь, наверное, миллилитров 90, может быть, около того. Ну, хотя могу ошибаться, конечно. Вот, что используется, да, действующее вещество, которое здесь используется, называется, ну, здесь как бы не одно вещество используется, здесь используется так называемый коктейль из двух веществ. Одно из них это МПК, то есть морфлорид пиваргоновой кислоты. И второе вещество, оно немножко более злее, чем первое, это вещество, которое называется СИЭС. Вот, ну, к сожалению, я не смогу точно без, скажем так, без шпаргалки прочитать, как правильно называется вещество СИЭС, поэтому, извините, прочитаю с бумажечки, потому что оно называется хлорбензальмалондинитрил. Вот, значит, вот, значит, газ СИЭС и, ну, вещество СИЭС, вещество МПК. Значит, как они действуют? Вещество МПК, оно, ну, это тоже, скажем так, считается боевым отравляющим веществом, кстати. Вот, это полностью синтетическое вещество. То, оно, как бы, по действию раздражает верхние дыхательные пути, слизистые также, и, как бы, также вызывает очень сильное слезоточивое действие. Значит, но слезоточивое действие, оно, как бы, менее выраженное, чем конкретно раздражение дыхательных путей. То есть, МПК действует именно так. Значит, чуть-чуть по-другому действует СИЭС. СИЭС, у него еще другое название, газ Сирень. Это боевое отравляющее вещество, ирритант комплексного действия. То есть, оно действует сразу на все. То есть, оно действует одновременно очень сильно на глаза, вызывает их жжение очень сильное. Оно, в некоторых случаях, оно вызывает смыкание век. И, причем, смыкание век рефлекторное, то есть, спазм мышц. И, при этом, даже если бы вы хотели открыть эти глаза, но они у вас не получатся. Потому что, пока спазм не пройдет, это, ну, открыть их не получится. То есть, противник ослеплен. Это очень хорошо. То есть, в любом случае, даже если за вами будет пытаться огнаться, он будет просто не знать, куда ему за вами огнаться. Также, очень сильно оно действует на дыхательные пути и слизистые. Очень сильное жжение. Ну, просто невероятное. То есть, вживую доводилось общаться с людьми, которые на себе испытали подобное. Говорит, ну, лучше, второй раз лучше этого не испытывать. И в большой концентрации, то есть, например, если использовать, да, весь баллон полностью выливать на нападавшего. То есть, в большой концентрации оно еще вызывает ожоги кожи. И, причем, ожоги кожи, это я лично видел, весьма заметны. То есть, вокруг глаз, вокруг рта, вокруг носа, очень сильное покраснение. Ну, химический ожог, фактически. Вот. Значит, при использовании этого баллона, да, в комплексе эти два вещества вызывают примерно следующее действие. То есть, если МПК сам по себе проходит через 15-20 минут нахождение на свежем воздухе, его даже смывать не надо. Ну, там, помимо того, что он, опять же, не растворяется водой и растворяется только в органических растворителях, спирте или жирах. Вот. Ну, то есть, если на вас подействовало просто МПК, достаточно там 15-20 минут подышать на свежем воздухе, симптомы полностью проходят. Не то СС. СС действует очень сильно в течение 15-20 минут. И симптомы нарастают. То есть, даже после того, как вы использовали этот газ на нападавшем, то есть, в течение 15-20 минут симптомы будут только нарастать. Не проходить, а только нарастать. И после этого, в течение 40-50 минут, может быть, в некоторых случаях больше часа, симптомы потихоньку затухают. То есть, при использовании этого баллона, ну, можно смело говорить о том, что вам хватит времени для того, чтобы покинуть, да, опасную зону. То есть, ну, покидать, естественно, нужно бегом. Да, потому что, как бы, оружие на нападение защиты, в первую очередь, для того, чтобы ослепить, обездвижить, каким-то образом вывести из строя нападавшего, для того, чтобы у вас появилось время, просто уйти. Да, не добивать его там ногами, а просто уйти. Вот. То есть, весьма действенная штуковина. Пользуются наши правоохранители. И очень много людей пользуются для личной обороны. Только нахваливают. Значит, и переходим к третьему баллону. Это баллон Кобра. Кобра-1. Он у меня уже такой изрядно, потому что я его с собой таскаю постоянно, то в сумке, то в кармане. Он изрядно уже такой зачуханный. Вот. Значит, что по поводу этого баллона. Также разновидности бывают разные. То есть, для начала, по объему. Значит, баллоны Кобра бывают трех разных объемов. То есть, один очень маленький. Он примерно вот такой вот. Желтого цвета. Кобра-1Н 58. В нем 58 мл. Вот. Он примерно вот такой вот по размеру. Значит, вторая разновидность баллона по объему. Кобра-1Н 90. То есть, в нем 90 мл. И вот это вот основная разновидность баллона Кобра. Кобра-1. В нем ровно 100 мл. Действующего вещества. Вот. Теперь по своему действию. В основном, как бы, баллоны Кобра-1 и Кобра-1Н, они все аэрозольные. Одно время было, выпускалось производством разновидность баллона Кобра-1С струйная. Она была только в одном объеме. Вот в таком. 100 мл. Вот. Но, к сожалению, сейчас она не выпускается. Вот. Значит, дальше. По принадлежности, скажем так. Вот. По принадлежности. Баллон Кобра-1 предназначен для использования правоохранительных структур. Вот. То есть, опять же, говорит само за себя. То есть, если милиция, полиция используют его для своей личной обороны, то, значит, баллон действует хорошо. Значит, баллоны Кобра-1Н используются для оборота среди гражданского населения. Вот. Далее. Значит, разница у них между... Практически нет никакой разницы между баллонами для гражданского оборота. И для правоохранителей разница только в концентрации вещества. То есть, здесь, в баллончиках для милиции мы имеем полупроцентный раствор вещества действующего. А в баллончиках для гражданского населения мы имеем 0,2% раствора. То есть, буквально на 0,3 единицы меньше. Но, следует заметить, что одинаково хорошо, в принципе, действуют что баллоны Кобра-1Н, что баллоны Кобра-1. Ну, естественно, баллон Кобра-1 действует, конечно, посильнее, потому что концентрация поражающего вещества больше. Но хорошо также действуют и баллоны Кобра-1Н. И еще такое, конечно, очень жалко, что сейчас, к сожалению, в предприятии не выпускается Кобра-1С, струйный баллон. Потому что, как раз в нем, на удивление, тоже была концентрация поражающего вещества полупроцентная. Такая же, как и в милицейском баллоне. Но он был предназначен также для оборота среди гражданского населения. Но, к сожалению, сейчас он не выпускается. Может быть, через некоторое время они возобновят его производство. Я так понял, у них какие-то проблемы с клапанами. Ну, не суть. Значит, какое вещество применяется здесь? Здесь применяется газ, который называется Си-Эр. Также обратимся к нашим... Как это правильно называется? Правильно называется гибензоксазепин. Или еще, у него коротенькое название, алкоген. Я предпочитаю пользоваться названием алкоген. Его проще запомнить, проще произнести. В чем смысл именно этого поражающего вещества? Это также ирритант, также комплексного действия. Но он во всем мире считается общепризнанным, что именно этот ирритант Си-Эр является самым безопасным для здоровья. И в то же время он является самым мощным по своему действию. То есть, этот иритант считается, что где-то в 2-2,5 раза мощнее, чем иритант Си-Эр. То есть, даже при том, что вот это очень хорошо действует. Вот это действует просто отлично. То есть, какие его эффекты при применении? Значит, это очень дикая боль и очень дикое сжение в глазах. Просто невероятно. То есть, люди, рассказывал мне друг, который работал в правоохранительных структурах, которому доводилось применять подобную вещь на нападающих, говорит, это просто дикие крики. Причем, ты мне глаза выжиг, ты мне все сжег. И это истерика. То есть, говорит, поначалу даже страшно было, вдруг он умрет. Но на самом деле нет. Никто от этого не умирает. Да, больно. Да, очень неприятно. Но на самом деле, когда действие проходит, этого иританта для здоровья практически никаких повреждений после этого не остается. Значит, по поводу глаз. В 99% случаях этот иритант вызывает блефороспазм. То есть, спазм глазных мышц. Даже если, при том, что глаза пекут и очень сильно слезятся, они рефлекторно сжимаются в мышцы и не разжимаются в течение достаточно длительного времени. То есть, это стопроцентное ослепление человека на время. Очень, кстати, он действует также и на кожу. То есть, при том, что мы говорим, применение газового баллона идет в основном в лицо. Да, где кожа не такая грубая, как на ладонях, например. Особенно, которые привыкли к тяжелому физическому труду. А да, кожа нежная. Вот, и в особенности вокруг глаз вызывает также и ожоги. Достаточно сильные, то есть, явные ожоги. То есть, через некоторое время они также проходят. Ну, как любой химический небольшой ожог он проходит. Но, тем не менее, это также и вызывает эти... Вот. Ну, собственно, вот мы поговорили о трех разновидностях баллонов. Вот. Поговорили о том, как их можно применять. А, кстати, о чем забыл сказать, и это тоже очень немаловажно. Баллон кобра и вещество, которое в нем применяется, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя смывать водой. Его нужно, ну, как бы он, теоретически он тоже растворяется в жирных, ну, органических растворителях и в жирах. Но, то, что если вот этот, например, эритант и вот этот, он, они с водой не реагируют, как бы, ну, вода их не растворяет, но они с водой, как бы, и не реагируют. То вот этот с водой реагирует очень сильно. И если, не дай бог, тогда, когда в глазах или в дыхательных путях, или там на слизистых, или на лице находятся вот еще остатки этого эританта, его попробовать смыть еще и водой, то есть, помимо того, что он сам по себе мощный, его действие еще в несколько раз усилится. То есть...